Добрый день, глубоко уважаемые коллеги! Давайте мы сегодня с вами обсудим особенности наблюдения за больными, получающими новые лекарственные противоопухолевые препараты. На данном слайде представлены препараты, комбинации, которые у нас имеются в рекомендациях. Мы сейчас с вами подробно про все поговорим. Палбоциклип – это первый ингибитор циклинозависимых кеназ, CDK4,6, терапия гормонопозитивного херни-2-негатиного рака молочной железы. В регистрационном устройстве препарат удостоверению возможно назначение в качестве первой линии терапии у женщин в постменопаузе в комбинации с ингибиторами ароматазы, либо в комбинации фулвестрант-палбоциклип у пациенток, уже получающих предшествующую терапию. По профилю безопасности палбоциклипом по результатам клинических исследований наиболее часто нежелательные явления 3-4 степени были в виде нейтропинии, лейкопинии, по прогнозируемым срокам развития нейтропинии. Медиана времени до развития нейтропинии любой степени была на 15-й день. Медиана времени от первой дозы до минимального количества нейтрофилов была 29 дней. Продолжительность нейтропинии 3-й степени была до 7 дней. Таким образом, палбоциклип имеет простой алгоритм управления терапией. Перед назначением препарата обязателен контроль общего анализа крови и в начале каждого следующего цикла. Также общий анализ крови выполняется на 15-й день в течение первых двух циклов, а далее 3-й и 4-й цикл в день 1 или при наличии показаний. При наличии показаний это либо ухудшение самочувствия пациентов, либо появление каких-либо жалоб. По оптимизации лечения. Допустим, при наличии нейтропинии 4-й степени, либо нейтропинии 3-й степени в сочетании с лихорадкой или инфекциями, требуется снижение дозы. Первичное назначение дозы палбоциклипа – это 125 мг внутрь. При редукции дозы мы снижаем на 25 мг. То есть первая редукция дозы – это 100 мг, далее 75 мг, если требуется. Обязательно пациентам, которым вы назначили палбоциклип, мы должны с ними быть на связи. Таким образом, чтобы врач знал о любых изменениях состояния пациента. По данным клинических исследований, факторы риска развития нейтропинии 3-й степени, по данным исследований, это принадлежность к азиатской популяции пациентов и изначально низкое количество нейтрофилов. Теперь прошу вас ознакомиться с ситуацией и проголосовать. Клиническая больная, гормон позитивным, ХЕР-2 негативным метастатическим раком молочной железы, начинает получать фуловый эстрант. В стандартных дозах 500 мг внутримышечно 1 раз в месяц в комбинации с палбоциклипом. В стандартных дозировках. С какой периодичностью необходимо проводить мониторинг общего анализа крови? Проголосуйте, пожалуйста. Общий анализ крови на 15-й день в течение первых двух циклов и при наличии показаний, либо же общий анализ крови каждые 3 недели в течение первых двух циклов и при наличии показаний, еженедельный анализ крови сдавать в течение первых двух циклов, или же каждые 10 дней в течение первых... Ну, заговорочно все правильно ответили. Я сразу хочу попросить коллеги, пожалуйста, все, кто нас слушает, подключайтесь к голосованию, на ваших электронных ресурсах выскакивает, мы видим голосование, пожалуйста, голосуйте, а те, кто не видит, то, соответственно, это в интернете моби.вод. Поэтому, пожалуйста, голосуйте, и таким образом мы видим вашу обратную связь. Зарегистрируйтесь и голосуйте. Не все так подумали. Правильный ответ здесь контроль крови в первый день и на 15 день в течение первых двух циклов или при наличии показаний. Рипоциклип, также селективный ингибитор циклинозависимых киназ CDK-4 и 6. Это показания для него. Это местно распространенный метастатический рак молочной железы в комбинации с ингибиторами ароматаза или фулвестрантом у женщин в качестве первой линии лечения или же у женщин, получающих гормональную терапию ранее. По профилю безопасности наиболее часто нежелательные явления 3-4 степени были инфекции нитропении, лейкопении, анемии, увеличение ЛТСТ, лимфопении, гипофосфатомии и рвоты. Нитропения по медиану развития нитропении второй степени была на 15 день зарегистрирована. Рипоциклип действует преимущественно на незрелые клетки предшественники, вызывающие временную и обратимую остановку клеточного цикла. Фибрильная нитропения развивается крайне редко. Чаще всего нитропения приводит к редукции дозы. Риск развития нитропении снижается в последующих циклах и имеется отсутствие коммунитивной токсичности у препарата. Гепатобилярная токсичность возникает у большего числа пациентов на рибоциклибе в сравнении с плацебо. Временное прекращение терапии или модификация дозы в связи с гепатотоксичностью отмечалось у 10,4% на рибоциклибе. И связано в основном с увеличением АЛТ в 6,9% и СТ в 6,1%. Прекращение терапии рибоциклибом в связи с гепатотоксичностью составило 2,3%. Так что функция печени у пациентов должна тщательно мониторироваться у всех. Медиана времени до появления повышения АЛТ в третьей степени составила 85 дней. Медиана времени до разрешения до второй степени составила 22 дня. Еще имеется осложнение в виде удлинения интервала КУТ. Оно развивается и ассоциируется в зависимости от концентрации препарата. Тут, конечно, очень важно правильно выбрать тех больных, которым возможно назначение этого препарата. В первую очередь это выбрать тех больных, у которых отсутствует сердечно-сосудистая патология, которые в анамнезе недавно перенесшие инфаркт, заболевания сердца, которые принимают препараты, способствующие удлинению интервала КУТ. Это чаще всего аритмогенные препараты. И, конечно же, тут обязателен контроль ИКГ до начала терапии. И посмотреть, насколько интервал КУТ у этого пациента. Медиана времени до развития удлинения интервала КУТ в второй степени была 15 дней. Медиана длительности восстановления интервала КУТ 2,1 недели. То есть у пациентов с удлинением при остановке лечения интервал КУТ восстанавливался. Далее пациентам была редукция дозы. Таким образом, обязательные требования к мониторингу безопасности терапии рибоциклибом является общий анализ крови. Его необходимо проводить день 1, день 14, первые два курса и далее день 1. Или даже при наличии показаний. Контроль ИКГ и анализ сегмента КУТ необходимо проводить день 1, день 14, первый цикл. И далее на цикле 2, в день 1, либо при наличии показаний, при возникновении жалоб у пациента. Функциональные тесты печени проводить первые два цикла, день 1, день 14, а дальше в день 1, либо по наличию показаний. И мониторинг электролита в крови, включающих калий, кальций, магний и фосфор. Там контролируется цикл 1 в день 1, либо при наличии показаний у пациента. Давайте сейчас проголосуем. Больная гормон позитивным, HER2-негативным метастатическим раком молочной железы, начинает получать литрозол в стандартной дозе 2,5 мг в сутки внутрь, ежедневно с комбинацией с рибоциклибом, тоже в стандартных дозах. Какой мониторинг, каких биохимических показателей необходимо контролировать и как часто? 100%. Все проголосовали. Еще время надо. Нужно время. Нужно время, чтобы всех возможностей было проголосовать. Ну почему он прожерчивает 100%? Коллеги, скажите, пожалуйста, у вас есть возможность голосовать? Вы видите голосование на своих экранах? Есть. Если есть возможность подключения к устройствам, пожалуйста, принимайте участие в голосовании. Так, и третий ингибитор циклинозависимых киназ, который был зарегистрирован совсем недавно, это абимоциклиб. Абимоциклиб, он зарегистрирован в комбинации с первой линией эндокринотерапии с ингибиторами ароматазы. Также в комбинации с фулвистрантом в качестве первой или второй линии эндокринотерапии. И в качестве монотерапии пациентов с прогрессированием заболеваний после эндокринотерапии и одной или двух линий с предшествующей химиотерапией по поводу метастатической стадии заболевания. По данным клиническим исследованиям, Монарх-3 наиболее частые нежелательные явления третьей и четвертой степени это были диарея, нейтропения, утомляемость. По динамике сроков возникновения диареи. В целом диарея наблюдалась на ранних сроках терапии, быстро разрешалась. Медиана начала составляла 7 дней. Медиана продолжительности диареи второй степени 7,5 дней. Третьей степени 4,5 дней. Явление четвертой степени не было зарегистрировано. Диарею купировали обычными антидиарейными препаратами лапирамид и инфузионными замещениями. Либо также была дальнейшая редукция дозы. У одной пациентки была отмена лечения по причине диареи. По мерам предосторожности при терапии обемоциклибом. При первых признаках диареи рекомендовано начинать использовать лампирамид и увеличивать потребление жидкости. В тяжелых случаях применение обемоциклибы необходимо приостанавливать, а затем возобновить в более низкой дозе с редукцией. Также необходимо проводить полный анализ крови до начала терапии и каждые две недели в течение первых двух месяцев лечения, а затем ежемесячно в течение следующих двух месяцев. При остановке терапии или снижении дозы рекомендуется пациентам, у которых развивалась нейтропиния третьей или четвертой степени тяжести. Теперь прошу проголосовать. Больная с эстроген позитивным HER2 негативным метастатическим раком молочной железы начинает получать обемоциклиб 150 мг 2 раза в день в сутки в комбинации с фулвестрантом. Какое наиболее частое осложнение может у нее возникнуть начиная с 7 дня приема препарата? Голосуем. 100% Все правильно. Все хорошо рассказывается. Теперь подведем итог по ингибиторам циклиновых киназ. По мониторингу гематологической токсичности. Палбоциклиб. Мы контролируем кровь. Клинический анализ крови день 1, день 15. Первые два цикла. А далее в день 1. Либо при появлении показаний. Рибоциклиб и абимоциклиб. Мы контролируем общий анализ крови. Цикл 1 день 1, день 14. Цикл 2 день 1, день 14. И далее в день 1, либо по показаниям. Контроль печеночных трансаминаз рекомендован на фоне терапии рибоциклибом, либо абимоциклибом. Рекомендован контроль день 1, день 14. Первые два курса. И далее день 1, либо по появлению показателей. Палбоциклиб не требует обязательного контроля ЛТ и СТ. Таким образом, ингибиторы циклинозависимых кина СДК 4.6 различаются по профилю токсичности и объему требуемого мониторинга. При назначении определенного ингибитора важно учитывать требования обязательного мониторинга и наличие сопутствующих заболеваний и состояний. Сердечно-сосудистая система, нарушение функций печени, патологии желудочно-кишечного тракта, риск тромбоэмболических осложнений, риск межлекарственных взаимодействий. И также важно больному обеспечить требуемый мониторинг в полном объеме. Атезолизумаб это первый иммунотерапевтический препарат, который зарегистрирован в России для лечения трижды негативного рака молочной железы в комбинации с напоклитокселом. При наличии экспрессии PD-L1 более 1% на иммунно-компетентных клетках, инфильтрирующих ткань опухоли, в первой линии терапия атезолизумаб в виде 840 мг внутривенной инфузии день 1.15 с последовательным введением напоклитоксела в дозе 100 мг на метр квадратный день 1, день 8, день 15 каждого 28-дневного цикла. По данным нежелательных явлений, по данным клинического исследования, наиболее часто встречалась эта усталость, это периферическая нейропатия, нейтропения. И также отдельный блок нежелательных явлений это иммуно-посредованные реакции, это иммуно-посредованный пневмонит, гепатит, колит, иммуно-посредованный эндокринопатия, иммуно-посредованный менингоэнцефалит, нейропатия, иммуно-посредованный панкреатит и иммуно-посредованный нефрит. По отдельным нежелательным явлениям при возникновении иммуно-посредовательных нежелательных реакций в зависимости от степени тяжести. При второй и третьей степени тяжести терапию препаратом от изолизумаб необходимо приостановить и начать терапию глюкокортикостероидами при низолонном дозе 1-2 мг на кг в сутки до купирования. При купировании или снижении тяжести реакции до первой степени необходимо постепенно снижать дозу глюкокортикостероидов согласно клиническим показаниям. Терапия от изолизумаба может быть вознаграждена после купирования или снижения тяжести явлений до первой степени в течение 12 недель, а также после снижения дозы глюкокортикостероидов до 10 мг в сутки перорально. Терапию препаратом от изолизумабом необходимо полностью прекратить, если же у пациента возникла иммунопосредовательная реакция четвертой степени тяжести и при невозможности снизить дозу глюкокортикостероидов до 10 мг в сутки в течение 12 недель после возникновения реакции. Давайте проголосуем. Полностью необходимо прекратить, либо продолжить терапию от изолизумаба и параллельно назначить терапию глюкокортикостероидами. Голосуем. Сомнения есть? Таким образом подводим итоги, что новое лечение для пациентов, которые мы назначаем, должно тщательно мониторироваться. Больной должен быть под наблюдением врачей и онкологов. Чем чаще, тем лучше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...